Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Гарасимович. Вместе с нами сегодня экс-сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, и привет всем нашим зрителям. Посольство США в России и Министерство иностранных дел Великобритании предупредили о возможных терактах в Москве в течение 48 часов в американском посольстве. Говорят о том, что отслеживают сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты. И гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Аналогичное предупреждение сделано и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Рекомендуют британцам воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с вторжением России в Украину. Но, цитирую, ситуация в России является непредсказуемой, отмечают ведомства, а также добавляют, что туристическая страховка может быть аннулирована, если британцы отправятся в Россию вопреки рекомендациям. Что-то грядет? Ситуация настолько непредсказуемая, что празднование 8 марта может обернуться кровавой трагедией? Нет, ну, здесь не будем нагнетать слишком усиленно всякие страсти. Это стандартное предупреждение государств тогда, когда происходят какие-то важные события. Ну, все понимают, что в Российской Федерации грядет через две недели так называемые выборы президента Российской Федерации, что он всем надоел, что он старый пердун, что он ссыкун, что мы там еще с вами добавляли, еще какие-то, а, что у нас там, а, сумасшедший сукин сын, вот, и так далее. И что по этому поводу, обстановка в России, естественно, нестабильная. Нестабильная, потому что рвутся украинские дроны, вон, теперь, видите, даже до Череповца долетают дроны. Так что, в общем, в такой ситуации американцы являются, скажем, с одной стороны, незащищенной категорией на территории Российской Федерации. Вообще иностранцы, которые проживают на территории Российской Федерации, я вообще их не очень понимаю, как они там еще остаются, потому что это примерно то же самое, как, я не знаю, там, евреям, допустим, быть в Германии, в нацистской Германии, там, не в каком-нибудь, там, 29-м году или 30-м году, а в 45-м году, да, в 45-м году вот евреи вдруг хотят совершить туристическую поездку в Берлин. Хотят посмотреть, что там в Берлине происходит, да, вот, а им, значит, американская правительство говорит, ну, ехать вы можете, но, в общем, мы как-то не очень сильно гарантируем вашу безопасность. Вот это примерно такая штука. Вот, ну, и вы сами понимаете, что это еще и для государства, потому что Российская Федерация и российские спецслужбы регулярно пополняют свой обменный фонд. Всем понятно, что Путину очень нужен Красиков, вот, а надо на кого-то менять этого самого Красикова, и, значит, вот думают, на кого менять, может быть, Гершковича и Пола Уэллана недостаточно и захотят сворвать еще кого-нибудь. Поэтому каким-нибудь там баскетболисткам с гашишем не рекомендуется ездить в Российскую Федерацию. Ваш прогноз в крупных городах, в Москве, в Питере, может быть, неспокойно в следующие несколько дней? У меня нет, к сожалению, такого, знаете, круглого шара, в который можно посмотреть и сказать, или как у нас там в русских народных сказках «Зеркальце» какой-то. Друг не Зеркальце скажи, да все правду покажи. Вот, у меня этого нету, и поэтому, в принципе, нельзя ничего гарантировать. Российская Федерация перестала быть нормальным государством, и в таком государстве может произойти все, что угодно, когда угодно и где угодно. Ну, кто этим увлекается, кто в это верит, может погадать на карандашах, вызвать дух Петра Первого и спросить. Петр Первый, скажи, будет неспокойно в Москве, в Питере, в других городах до выборов Путина? Путина, это, знаете, как в собачьем сердце по мотивам Булгакова. Вызываем дух Петра Первого. Петр Первый, скажи, долго ли у власти продержатся большевики? Да, ну вот, ну, видите, большевики все-таки продержались всего 70 лет, да, это не... По историческим масштабам это очень мало. Марк Фегин многих удивил, сделал ряд заявлений, достаточно интересных, я хотел бы с вами их обсудить. Путин хочет пойти путем кровного престола наследия, поэтому будет сидеть на троне до совершеннолетия одного из своих сыновей, которому на данный момент около 10 лет. Пока неизвестно, будет ли при сыне Путина Регин, то есть дочь Путина, или же он начнет царствовать сразу. Впоследствии это решится, но диктатор уже послал сигнал, что власть будет династической. По разным слухам, утверждает Фегин, Путин воспитывает сына особым образом. В круг его нянек входят царедворцы, которые должны готовить его к большим свершениям. Эта информация подтверждается из разных источников. Фегин также признался, что ему на почту писали люди из Швейцарии, сообщая некоторые сведения о родах Алины Кабаевой. В частности, речь идет о том, что возлюбленная Путина родила двоих детей в одной из клиник Лозаны. Также Фегин обратил внимание на интересный факт. Российская история свидетельствует о том, что передача власти детям никогда не была успешной. Даже в 300-летний период дома Романовых эти вещи происходили с огромным трудом. Наверняка Путин осознает эти риски, но опять же мы должны понимать, что это лишь план, который Путин держит в голове. Как вам такой поворот? При всем уважении к Марку Фегину, я думаю, что вся эта бодяга – это абсолютная туфта. Абсолютная туфта. Совершенная туфта. Полная туфта. Ничего близкого даже не имеющая с реальностью. Абсолютная туфта. Потому что, вы знаете, во-первых, начнем чисто с логической точки зрения. Если вы диктатор, который собирается передавать кому-то что-то там по наследству. Для начала вообще неплохо было бы жениться на маме своего сына. Да? Потому что наследником не является сын, который рожден в безбрачии. Он не является наследником. Это… У нас по-французски есть очень хорошие слова для этого. Значит, это называется так найденыш, прикольниче. Ну, в общем, какие-то очень грубые французские слова. Хотя, я вам должен сказать, вот, допустим, Людовик XIV, у него было огромное количество любовниц. Огромное количество любовниц. И он произвел на свет. Это вообще очень несчастный был король французский. Потому что он слишком долго правил. Его все законы… У него было девять, по-моему, сыновей и детей законных. Они все умерли. И у него внуки все умерли, пока он правил. И поэтому Людовик XIV – это правнук Людовика… Людовик XV – это правнук Людовика XIV. Представляете, вот человек довел… Это вот как английская королева. Да, ну вот английской королеве, значит, этому самому Чарльзу повезло. Все-таки он там хоть вот на последних годах и все-таки стал королем. Потому что вот у Людовика XIV в этом смысле были большие проблемы. Так вот, Любовик XIV, всех своих детей, которых он заводил от своих любовниц, он их делал благородными. То есть он делал их аристократами. Он им присваивал все какие-то там, давал титулы. Ну там граф чего-нибудь, там маркиш чего-нибудь, там и так далее. Потому что все-таки это королевская кровь. И даже когда вы с какой-то, ну извините меня за выражение, шлюхой заводите какого-то там, значит, детеныша, то он все равно считается все-таки каким-то более-менее благородным. Но все эти детеныши не имели никакого права, никакого наследования. Потому что все это было не в законном браке. И вот я вам напомню мой любимый совершенно советский фильм «Чисто английское убийство», который полон, кстати, всякого идиотизма. Начиная с того, что они в Англии, в Великобритании ездят в машинах с правым рулем. С левым рулем, вернее. Вот они даже не догадались, что в Великобритании можно картинку повернуть, тогда она будет с левым рулем, но они вот даже не догадались этого делать. Но в остальном там была замечательная фраза, когда там интрига такая, когда там всех убивают ради того, чтобы занять пост граф какого-то там лорда. А в определенный момент его жена, но законная жена, о которой просто никто не знал. И, значит, министр финансов его кузен, который думал уже, что он стал лорном, и что он наследовал это дело, она ему говорит, что нет, вот мой сыночек вообще-то настоящий наследник. Он говорит, как? И он рожден в законном браке. Да, понимаете, вот законный брак для наследования – это вообще самое главное условие. Если у Путина нет законного брака, то все остальное просто не о чем даже разговаривать. Какой наследник, если он его прячет и если он не в законном браке? И вот дальше пропрячет. Вот смотрите, Лукашенко со своим колечкой, значит, он с ним носится уже лет 15, начиная с того, когда он там младенцем был. Значит, его уже там в четырехлетнем, в шестилетнем возрасте одевали в военную форму, присваивали ему там генеральские звания. И где бы ни был Лукашенко, всегда за ним водили колечку. И было понятно, что он готовит наследника. Вот так готовятся наследники на самом деле. Вот возьмите даже Ким Чен Ынан, и то вот он там даже готовит каких… Вот, куда? Зачем далеко ходить? Вот человек, который готовит себе смену реальную по наследству – это товарищ Кадыров. Вот возьмите Кадыров. У него все дочери, все министры, все их детья тоже министры, вице-премьера и так далее. Вот человек готовит себе реально смену. Они все видны, у них все сайты, у них все официальные должности. Вот, пожалуйста, возьмите всю семью, даже младшего Соплевого, который избил Никиту Журавеля, совершил уголовное преступление вместе с папашей, потому что на него отвечает папаша, пока он несовершеннолетний. И то его назначили каким-то там начальником или, знаете, начальником охраны, личной охраны личного папы. У Путина ничего такого нет. То есть на самом деле, во-первых, у Путина всего этого нету по фактуре. Дальше мы с вами уже многократно обсуждали, я во всем обсуждал, что все истории про путинских любовниц – это все отвлечение чекистское на негодные объекты, потому что Путин является гомосексуалистом. Его любимый способ жизни – это Ралдугин, это Медведев, это прочие всякие. Это Паша этот самый, как его там, корреспондент РТР, которого Путин обожает. Павел Зарубин, Павел Зарубин, да. Вот Паша Зарубин. Поэтому Путин проводит весь свой отпуск. Ни одной фотографии с женщинами Путина нет. Ни одной фотографии семейной. Ни с какими женщинами. Ни с женой. Ну, то есть, там есть какие-то фотографии с женой, с Людмилой, аж из Дрездена. А после Дрездена вообще ничего нет. Только официальные съемки, только официальные, когда пары какие-то. Никакого, ни домашних, ничего этого нет абсолютно. А вот Шойгу, пожалуйста, сколько угодно. Подождите, но есть вот эта же видеосъемка знаменитая якобы на квартире какой-то у Путина. Путин в сером, Людмила Путина в сером. И еще они сливались на диване серого цвета. Я вот помню, такие были кадры. Там вообще квартира, где ничего не было. Никакой какой-то старенький телевизор был. Ни шкафа, ни посуды. Вообще все пустота. Вы все поняли, да? Вот вы сами себе же на свои вопросы ответили. Да, но можно найти, конечно, вот эти истории в Финляндии во времена Сапчика, где там тоже она сидит по левую руку или по правую руку от него. Ну, в общем, это все очень старая история. Это 30-летней давности, 20-летней давности. Вот. А дальше только голый торс Шойгу. Шойгу в тайгу, значит, к комарам и к шаманам. Вот. С мальчиками на лошадях. С мальчиками там туда-сюда. И, в общем, все это абсолютно куфта. Я не знаю, зачем Марк все это рассказал. Потому что мне кажется, что у него проблемы, я не знаю, там, с лайками какими-нибудь, с просмотрами. И ему нужно было сделать обязательно желтую программу. Потому что понятно, что эта тема интересует людей. Понятно, что такие темы, значит, дают просмотры и так далее и тому подобное. Ну, и с другой стороны, конечно, вы же понимаете, что Путин вообще никогда не заморачивался по поводу того, что останется после него. Путин вообще человек, который настолько упоен личной властью, что даже вот передать кому-то из своих наследников, это для него совершенно нереально. И, вы знаете, даже я бы сказал так. Но вот когда вы кого-то назначаете наследником, то этот человек начинает думать о том, как скоро вы уйдете, как скоро вы помрете. Вот. И это основная проблема, кстати, с наследниками. Поэтому по-настоящему, кстати, богатые люди, они распределяют свое наследство при жизни. И отдают его детям и внукам при жизни, чтобы те не думали, ну, когда же этот старый хрен, старый хрыщ. Евгения Онегина, помните? Когда же черт возьмет тебя? Вот. И там, ну, я уж не помню там до конца. И думал, когда же черт возьмет тебя? Путин не об этом не думает, не готовится. И все это абсолютная туфта. Сергей Олегович, будем общаться с Марком Фейгином. Обязательно я у него спрошу по поводу, как вы выразились вот этой всей бодяге. Потому что действительно интересно, во-первых, зачем ему об этом говорить. И какие у него есть реальные факты. И сведения. Путин на этой неделе выступил перед студентами-участниками Всемирного фестиваля молодежи. И сделал парочку заявлений. Сказал, что США сами выпустили джин из бутылки. Если им позволено, то почему другие страны не могут защищать свои интересы боевыми действиями? Почему Россия не может встать на защиту своих людей на Донбассе? Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи. Элиты США, говорит Путин, не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР. По поводу так называемой специальной военной операции. Путин сказал, что все, что делается сейчас, делается во благо Украины, России и их народов. Ну и такая, знаете, вот показательная вишенка на торте. Сказал, что Бельгия, как независимое государство, появилась благодаря России. И здесь возникает несколько вопросов. В Бельгии приготовиться или граждане Бельгии, жители Бельгии чего-то не знают? Отцом-основателем этой страны тоже является Ленин? Я вам давно говорил, что Путин дурак. Теперь это становится понятно всем. Была замечательная история, вот когда сын Морозовый, Купчихи, строил свой замок замечательный, который потом стал домом дружбы. Его в Москве называли дом дурака, да, потому что, ну, это был, он такой вычурный весь, такой, в мавританском стиле. Вот. И когда он его построил, мамаша ему сказала, что раньше одна я знала, что дурак, а теперь вся Москва знает, что дурак. Вот. Ну, с другой стороны, дом остался, в общем, он, в принципе, слился как-то. Теперь в Москве там все перемешано, стиле перемешаны, и никого очень сильно не шокирует. Но тогда, когда в ходу была классическая архитектура, конечно, он выглядел абсолютным, абсолютным идиотизмом. Вот. Путин дурак, и слава богу, что он такой дурак. Потому что, вы знаете, эти речи, они, наоборот, очень хорошие речи, потому что они показывают, насколько он дурак. Вот. Потому что, вы знаете, ну, как там поговорка русская, там, если бы ты помолчал бы, то сошел бы за умного. Да, вот. А поскольку он не молчит, то и не сходит за умного. Вот. Это очень хорошо, что он пугает всех подряд. То есть, сначала он пугает, там, французов, потом он пугает бельгийцев и так далее. Потому что в Бельгии это наделало много шума, надо вам сказать. Потому что меня тут достали все бельгийские каналы для того, чтобы прокомментировать все это дело. Потому что для них, ну, Бельгия маленькая страна, и редко кто вообще высказывается о Бельгии и что-нибудь там вспоминает про нее. Хотя она, в общем, значимая страна. Вот. Там находится штаб-квартира НАТО, там находится штаб-квартира Европейской комиссии. Там есть вторая площадка для заседания Европейского парламента. Там находятся, концентрируются лоббисты. Вот. И, кстати, когда бельгийцам, вот, я даю интервью, а я езжу в Бельгию, вот, они спрашивают, ну, вот Бельгия там значимая. Я бы говорил, вообще-то Бельгия это там первая цель, военная цель для Путина. То есть, вот, если, не дай бог, там в Западной Европе будет война, то первый город, который будут бомбить, это будет Брюссель. Вот. Они говорят, ужасно, это наделало много шума, когда я им сказал в прошлом году. Вот. Они говорят, почему? Я им говорю, ну, как же, у вас штаб-квартира НАТО, а НАТО это вообще второй по значимости враг для Российской Федерации. Первый Соединенные Штаты Америки, а второй НАТО, блок НАТО. А у вас штаб-квартира. То есть, естественно, ее будут бомбить, конечно. Вот. И бельгийцы, в этом смысле, конечно, в последнее время испугались. Они даже поняли, что у них там шпионаж идет, потому что, понимаете, да, вот, допустим, если в Европе брать столицу шпионажа, то Бельгия это номер один. Дальше Женева, международная организация. Ну, Женева и, там, Швейцария, да, Женева, Лозанна там немножко тоже есть, потому что там есть Олимпийский комитет и так далее. Вот. Потом Вена, потом Париж, потому что в Париже тоже есть ЮНЕСКО там и так далее. Вот. Так что в этом смысле, конечно, для бельгийцев это заявление для Путина наделало много шума. И это очень хорошо, потому что Европа западная спала последние 80 лет. Надо отдать, сказать правду. Европа привыкла жить в мире. Европа привыкла не думать о том, что, может быть, у нее война. Вообще-то войны происходят на все нажимном шарике постоянно. Но воюют в основном какие-то уродские страны, там, типа, Йемена какого-нибудь. Ну, в Израиле тоже там постоянно напряжение. Вот, там, Сирия, Ливия, там, и прочее. Вот. А на европейском континенте мы 80 лет забыли уже, что такое война. Стали сокращать все наше вооружение. Стали говорить даже и армии нам не нужны. В общем, нафига нам нужны армии, когда никто не собирается на вас нападать. Вот. И все привыкли к этому делу, потому что, мало того, вы хорошо живете. А, с другой стороны, вам не надо тратиться, потому что армия – это ведь паразиты. Так вот, если по-серьезному. Да, вот люди, которые все-таки служат в армии, они же ничем не занимаются. Они занимаются тем, что ходят в казармы, бегают, подтягиваются, отжимаются, стреляют из автоматов и ничего не делают. Потому что пока нет войны, армия не нужна, строго говоря. То есть она… Поэтому, кстати, ее хотят и сократить все страны максимально там, где нет войны. Потому что нафиг они нужны. Вот. Это, знаете, вот возьмите, посмотрите Российскую Федерацию. Поскольку там был бандитизм, каждая фирма должна нанимать себе охранников. И вот огромное количество охранников, там миллион в России охранников, которые, в общем, просто здоровые ЛБ, которые приходят куда-то там в черной форме, где написано security, и сидят тупо целый день, значит, нихрена не делают, а деньги получают. Вот. И, то есть, в принципе, можно было бы на эти деньги набрать каких-нибудь там айтишников, и они бы давали там какой-нибудь доход. Или я не знаю, если бы вы взяли там людей, которые там, девочек, которые шьют чего-то там, то это будет продаваться. Или там мальчиков, которые будут клепать чего-нибудь, это будет продаваться, создавать товары. Армия не создает никакой прибавочной стоимости. То есть, ни армия, ни полиция, ни правоохранительные органы не создают никакой прибавочной стоимости. Но если армия, если полиция и правоохранительные органы хотя бы обеспечивают правопорядок и, так сказать, гарантируют соблюдение прав и законов на территории государства, то армия в мирное время вообще не нужна. И поэтому, конечно, мы все уснули, а Путин нас пробудил. Вот знаете, как помните, мы человек молодой, вы не учили марксизм в школе и в университетах. А нам в советское время говорили, что Белинский разбудил кого-то, кто-то, колокол. Вот эту фигню нам всякую рассказывали, кто там кого разбудил в 19 веке. Вот, значит, там Вольтер, не Вольтер, там, я не знаю, там, социалисты, Сен-Симон, Оуэн и прочие всякие, которые, имена, которые, слава богу, нынешнему поколению ничего не говорят. Это социалисты-утописты 19-18 века. Вот. И, значит, и вот Путин разбудил Западную Европу. Срок говоря, вот смотрите, вот у нас произошло вчера знаменательное событие, которого, виновником которого является Путин. Да, значит, НАТО, в НАТО приняли вчера официально 32-го члена. Вот. Путин нам всегда говорил за все 24 года своего правления, я очень боюсь расширения НАТО на восток. И вообще вот я не могу допустить этого, этого по часам, самая жуткая штука. И когда он развязал войну в Украине, то он получил сразу двух новых членов НАТО, Финляндию и Швецию. Да, и это достижение Путина. Это никакой вот не НАТО, это реальное последствие политики Путина. И вот то, что Путин этот вещает перед какими-то студентами, ну, во-первых, это нудмы, конечно, это слушать невозможно совершенно. Это просто средний старого пердуна. Вот, ну, вы знаете, это вот, я тоже рассказывал такую штуку. Ну, у всех у нас есть семьи. И у всех у нас есть, когда вот собираются какие-то семьи, где старшие поколения. И вот есть какой-нибудь старый старичок такой, 80-летний, который вот 20 или 30 лет или 40 лет нам рассказывает одни и те же истории. Все от них устали, все их знают наизусть. Все говорят уже, не дедушка или там прадедушка. Ну, сиди уже, пей свою водку там, я не знаю, там, и заткнись уже, потому что, ну, обрыдало всем все это дело. Вот, а он все крутит свою шарманку, вот мы там при Сталине, у нас там это. И дедушки говорят, ну, дедушка, мы уже давно забыли, кто такой Сталин вообще. Мы забыли уже там Брежнева, Хрущева, все, так далеко все это от нас. У нас тут это, ТикТок у нас тут, у нас Айфон, у нас в космос летаем, я не знаю, у нас тут искусственный интеллект, а ты все какую-то херню несешь это. Ну, уже заткнись уже со своими химией. Вот Путин вот превратился в такого занудного старого пердуна, который постоянно чего-то там нудит, нудит, а вот Украина там чего. Понимаете, кстати, вот недавно я прочитал, ну, эту идею, я ее тоже озвучивал, но она такая, актуализировалась. Вообще Путин относится к Украине как мужчина, который развелся с своей женой, жена от него ушла и живет лучше, чем она жила при нем. И вот ему это ненавистно совершенно видеть, как бывшая его жена живет при нем. Он говорит, ну, она же моя, ну, она же, вот мы же с ней там спали вместе. А ему говорят, ну, все, развод и девичья фамилия, и все, и какие, мало ли, что ты им спал. А он говорит, а у нас же дети в мире. Ну, да, ну, да, все, все это в прошлом. Он говорит, а у нас совместно надо что-то имущество. Говорят, нет, по суду разделили, и вот, значит, Крым это ее, а там вот половина Азовского моря твое. Он говорит, нет, 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 я вот, я знаю, что у меня там шкаф стоит еще у нее на квартире, и я вот эту комнату со шкафом со своим, я все-таки у нее там займу, силой приду и отниму. И вот отношение Путина к геополитике. Это вообще урод абсолютный, который просто не может смириться с тем, что его послали нафиг. Хорошая аналогия. Сергей Олегович, стремится пробудить Европу сейчас. Президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что не существует никаких ограничений, никаких красных линий для поддержки Украины, об этом он сказал лидерам французских партий на встрече в Елисейском дворце, на эти слова Макрона, отреагировал Медведев и говорит, если Макрон говорит, что красных линий в поддержке Украины больше нет, то и у России больше нет красных линий в отношении Франции. И ряд средств массовой информации 8 марта написало о том, что Макрон на этой встрече также сообщил, что прорыв россиян в Киев или Одессу может стать поводом для отправки французских войск в Украину. А что говорят во Франции? Что думают французы об этих заявлениях Эммануэля Макрона? И насколько высока вероятность того, что как минимум французские войска будут здесь, в Украине? Ну, во-первых, украинская сторона не требует никаких войск и нужна вооружение. И вероятность этого начнутся с конца. Вероятность очень мала. И этот вопрос надо разделить на две части. Но все эти заявления Макрона наделали кучу шума. У нас с вами сорвались записи, потому что меня вызывали на телевидении. Все это обсуждается у нас. Это чистое политиканство внутреннее французское, надо вам сказать. Но оно, вот опять же, вы знаете, точно так же, как эти путинские занудные исторические рассказки, они нужны, и пугалки Западной Европы, они нужны, потому что они пробуждают Западную Европу. Точно так же, как заявление Макрона, они тоже нужны, потому что они тоже служат тому же самому. Они тоже пробуждают Западную Европу. Потому что, грубо говоря, у нас сложилась на международной арене такая ситуация, когда два локомотива мировых, Соединенные Штаты Америки и Германия, исчезли с мировой арены, как локомотивы. Соединенные Штаты Америки занимаются разглядыванием своего собственного пупка. И вот, значит, они сидят и смотрят свой пупок уже пятый месяц. А вот у нас тут слева одна родинка, а справа другая родинка, и непонятно вообще, кто из них и чего. Им говорят, ребята, у вас тут в Европе война идет, и вообще-то надо помогать. Они говорят, нет-нет-нет, у нас тут важнее задача, потому что мы должны рассмотреть в своем пупке родинки. Вот две у нас республиканская родинка слева, и справа у нас, или наоборот, слева у нас демократическая родинка, а справа республиканская. И вот мы пока своими родинками не разберемся, мы не можем заниматься вообще ничем, мы спать не можем, мы есть не можем, мы к друзьям не ходим, мы не выполняем свои супружеские обязанности, вообще ничего не делаем. И Соединенные Штаты Америки исчезли с мировой арены, как держава, которая значимые какие-то вещи предпринимала и так далее. И плюс Германия то же самое, потому что оказался Шольц, у которого, в общем, очень слабая коалиция, он никакой политик, то есть вообще его, судя по всему, там, при ближайших выборах от него не останется ни рожек, ни рожек, и даже воспоминаний не останется, потому что, ну, вообще никакой, да. То есть вот когда там собиралась уходить Ангела Меркель, то вот стали искать, и выяснилось, что в Германии вообще нет ни одного яркого политика, вот просто яркого, да, у которого там люди узнавали бы, у которого была бы интересная программа и так далее. И вот они выбрали там из двух ничтожеств, они выбрали ничтожеств чуть-чуть повыше, и им оказался Олаф Шольц. И таким образом исчез локомотив, а Германия это экономический мотор Европы, это страна, самая крупная экономика Европы, и, в общем, был такой тандем Франции-Германии, которые руководили, как бы, вели вперед за собой, тянули весь пояс Западной Европы и так далее. Теперь его нету. И таким образом образовалось два пустых места, и Макрон понял, у которого очень большие внутренние проблемы политические, что пустых мест не бывает, и поскольку нет локомотива, дай-ка я стану локомотивом таким. А на самом деле, конечно, Франция не там, ведь для того, чтобы стать локомотивом, грубо говоря, надо делиться деньгами. То есть вот если вы будете кому-то давать денег, то вас будут любить. А не будете давать денег, не будут любить. Это как вот в проституции. И Макрон понял, что на освободившееся место можно прийти, и он понял, что достаточно просто делать какие-то громкие заявления, и тогда тебя будут воспринимать как нового мирового лидера. Ну, Франция все-таки не самая последняя страна, она все-таки ядерная держава, единственная в западном, в ЕС, да, потому что Великобритания вышла из ЕС, но она тоже ядерная держава, но она на своем острове, и она типа всегда говорит, мы тут на острове сидим сбоку, с припеку, и у нас своя собственная позиция, потому что к нам вроде приплыть никто не может, и поэтому нас не очень интересует, что у нас там на континенте происходит. Поэтому единственная ядерная держава, кроме России, которая находится на европейском континенте, это Франция. Вот, ну, на самом деле, конечно, ядерное оружие есть американское, размещенное в Германии, в Бельгии, кстати, в той же самой, в Голландии, в Италии, в Турции. Вот, но о нем, это большой секрет, типа его нету, вот, но на самом деле все знают, что там несколько сотен американских ядерных боеголовок на ракетах размещены в этих странах. Вот, это давнительная история. Раньше было больше, в Турции раньше было там чуть не 20 тысяч боеголовок, конечно, потом их там убрали в 60-е годы, в 70-е годы. Вот, и Макрон, значит, у Макрона очень большие проблемы внутри Франции, потому что тоже у нас тут всякие фермеры бузят, вот, у нас готовится и Европа, готовится на самом деле, Западная Европа есть, готовится к выборам европейским. То есть мы будем выбирать в июне месяце европейский парламент, и у Макрона в этом смысле там очень слабые позиции внутри Франции. У нас главные претенденты, значит, это партия Марины Люпен, кстати, даже не сама Марины Люпен, потому что у них теперь такой молоденький мальчик возник, 20-летний, 29-летний Жордан Барделя, вот, что очень смешно на самом деле, да, потому что вот они все там говорят, что мы там против эмиграции, туда-сюда, а Жордан Барделя исходит из итальянской семьи, которая эмигрировала в свое время во Францию, то есть он на самом деле эмигрант, и он там ходит, это вот знаете, как у нас это, Симонян ходит, такая армянка Симонян, которая, значит, самая в Российской Федерации, я имею в виду, у них там в Российской Федерации, которая самая-самая главная русская, вот она там за русских топит, но она сама армянка, да, по этническому происхождению, что очень смешно, да, потому что вот не нашли никого русского, этнического, вот Гиркина посадили, этнического русского, армянка, там Симонян, значит, топит и говорит, что надо взрывать мегатонные бомбы над Сибирью, вот, и прочую ахинею всякую тоже несет, вот, так что вот такие дела с Макроном, но шуму он надел много. Ну, какую же эволюцию он прошел, если раньше постоянно говорил о том, что нужны переговоры, нужно позвонить Путину, пообщаться, договориться, найти компромисс, то сейчас все, готовы водить войска, Европа просыпайся, нужно помогать вооруженным силам Украины, ну, хорошо, если мы это рассматриваем в разрезе грядущих выборов европейских парламентов, разве, ну, такая риторика, она понравится избирателю? Да. Вообще, во всем виноват я в эволюции Макрона. Видите вот эту книжку? Видите. Макрон с Путиным, да? Я ее выпустил в мае 22-го года, через три месяца после того, как началась война, называется она «Лонглонаж», это очень сложно перевести, ну, типа шестеренка такая вот, и механизм, который запущен, против которого ничего нельзя сделать, когда он запущен. Вот, не знаю, по-русски искал, искал, нельзя найти соответствие такого яркого одним словом, которое соответствовало этому самому делу. То есть, когда что-то запущено, и все, и вот понеслось, и будет теперь уж одна шестеренка за другую, и третью, и вот, ну, вот как вот домино, которое вот падает, вот одну штучку тронули, и дальше, если у вас там миллион штучек этих доминошек поставлено, все они упадут рано или поздно. Вот, я там посвятил в этой книжке, значит, целую главу, даже две главы взаимоотношениям Путина и Макрона. И вот показывал, что вот, значит, у Макрона вообще был влюблен Путина, просто вот чисто по-человечески, потому что это, знаете, такая штука, которая очень бывает в школах, когда вот первый ученик и самый большой бандит в школе, они дружат. Да, это вот Том Сойер и Хакльбери Финн, да, значит, Том Сойер, ну, Том Сойер, конечно, не был первым учеником, но он все-таки такой популярный, как в Америке говорят, в школе такой лидер, значит, и, ну, такой все-таки буржуазный, популярный лидер, потому что он все-таки ходил в воскресную школу, Хакльбери Финн не ходил никуда, значит, ошивался по улицам и городка американского, курил там, я не знаю, там, сквернословил, и все, значит, дети из достопоченных и благопорядочных семей ему завидли ужасно совершенно, вот, и Том Сойер с ним дружил, вот, что осуждалось, естественно, всем, всем этом обществом буржуазным американским, вот, ну, вот такие взаимоотношения, вот у Макрона с Путин примерно то же самое, да, Путин, пацан из-под воротни сраный, вот, ссаный и недокормленный, значит, шестерка, который стоял на стрёме там у, значит, у больших каких-то хулиганов, и с ним там занимались сексом, оральным, анальным, каким угодно, вот, бедный, несчастный мальчик, и в результате получился вот такой урод, вот, а Макрон такой мальчик из провинциальной, но очень буржуазной семьи, такой очень умненький, талантливый, ну, все вот говорить умеет, и красивый, и всё, всё, что надо, вот, но вот он запал абсолютно на этого бандита Путина, и хотел стать его лучшим другом, и хотел показать, что вот он, Макрон, вот никто с Путиным не может общаться, а вот он, Макрон, всем покажет, как нужно, потому что нужно его понять, и вот он его приглашал в своё время, там, в форт Бригансон, когда во Франции, Франция председатель слова «Большой семёрки» в Беорице, вот, он пригласил Путина, говорил, что Вовочка, тебе же надо, просто надо, не надо ничего, ничего делать правильного, ты сделай вид, что ты делаешь правильное, скажи правильные слова, типа, у нас же в буржуазной обществе так-то, можешь там всех воровать, бить, насиловать кого угодно, но главное, чтобы ты был очень, так сказать, как это называется, приличным человеком внешне, да, надо улыбаться, надо здороваться и так далее, вот это, вы знаете, для меня всегда, всегда, я очень люблю передачи про всяких там убийц, бандитов, насильников, у нас есть классный сериал, такие документальные, вот, и мне очень нравится, когда, значит, какой-нибудь там серийный убийца, там, он изнасиловал, там, 10 человек убил, зверски совершенно, и когда его сажают, то приезжают журналисты, спрашивают соседей, а вот, вы знаете, у вас тут этот жил, и такие, все такие буржуазные бабушки говорят, о, он был очень вежлив, он всегда здоровался, знаете, вот, во Франции это очень важно, вот, если вы будете здороваться с улыбочкой, то вас, в общем, будут воспринимать как приличного человека, дальше вы можете насиловать, грабить кого угодно, но главное, чтобы вы со своими соседями здоровались и были вежливыми соседями, с улыбочкой. Главное, улыбайтесь, но, Сергей Олегович, Николай Сарказиев ведь тоже думал, что Путин приличный человек. Вот, и у Николая Сарказиев примерно такая же штука, как у Макрона, но и тоже такая же, вот, потому что Николай Сарказиев тоже, он, значит, в принципе, у него не очень богатая семья, но он вырос в очень богатом пригороде Парижа, вот, и в Нуи, Нуи, вот, знаете, если вы, вот, Елисейские поля, это улица такая, да, которая идет из центра Парижа от Лувра, ну, примерно там от площади Согласия, вот, и в сторону квартала, который называется Дефанс, то, что называется оборона, это такой уже квартал вне Парижа, там несколько, там три арки построены, вот, и вот как только вы триумфальную арку в направлении выезда Парижа переезжаете, вы оказываетесь в Нуи. Это такой очень богатый, очень буржуазный, очень привилегированное место раньше было, сейчас есть более привилегированные места, вот, и Николай Сарказиев там стал даже мэром, очень молодым мэром, ему было там лет, вот, 22, он такой, он такой был политизированный весь, комсомольец такой, вот он как Кириенко, вот, киндер-сюрприз это абсолютно, вот, Николай Сарказиев это киндер-французский киндер-сюрприз, вот, он очень рано в политике, то есть буквально там, когда ему, он был подростком, он уже влез в политику в право и в правых партиях, его очень быстро выбрали мэром этого города, вот, и у него, значит, такое буржуазное совершенно отношение к жизни, но вот с Путиным он тоже хотел задружиться, это абсолютно то же самое психологическое, психологическое влечение, вот, буржуазный, значит, человек, который хочет подружиться с самым большим бандитом на планете, вот, и с ним была совершенно удивительная история, вот, у нас сегодня с вами такие воспоминания, но я думаю, что это интересно, потому что все устали от разговоров над ней и те же темы, на всех каналах. Да, уже все устали от текучки, особенно мы с вами. Вот, Сарказин, вы знаете, когда у него была первая встреча с Путиным, я не помню в каком году, значит, он победил на выборах 2007 года, и где-то там, вот в этом самом 2007 году, и было чего-то там с Путиным, Путин приехал, вот, кстати, вот вы правильно, правильно говорите, Путин приехал во Францию, значит, они там собрались, и выходит на пресс-конференцию, и Сарказин начинает нести просто ахинею, ну, просто, ну... Сарказин, я хорошо помню, как он вышел на эту пресс-конференцию, точнее, даже валился или вывалился держать за эту трибуну такой хорошенький, тепленький французский президент. Вот, знаете, на самом деле, Вадим, все было совсем не так, потому что все подумали, что он тепленький, все подумали, что они деряблены с Путиным в водочке, и Сарказин, значит, был в полном опьянении. На самом деле, был все совсем не так. Оказывается, у них там была эта встреча, и Сарказин начал что-то Путину там какие-то лекции, нотации читать, что типа, Вовочка, ты не так нас все понимаешь, вот, потому что это было сразу после мюнкенской речи Путина 2007 года, в феврале месяце, да, и, значит, Сарказин ему говорит, да брось ты с нами бодаться, мы же западный мир, мы все равно сильнее, и вообще Франция, знаешь, мы крутая страна, ты лучше за нашему примеру, там, ты лучше себя веди поспокойнее. И говорят, что Путин чуть не физически, чуть не вот не взял его за грудки, и сказал, слушай, чмо, ты это, слушай, слушай сюды, вот, и сказал ему, ты вот представляешь, что такое, ты видел мою Францию, мою Россию на карте, а ты видел свою Францию по сравнению с моей Россией на карте, там, ты в 35 раз меньше меня, у меня ядерное оружие в 100 раз больше, чем у тебя, тебя вот сейчас избрали, но через 4 года тебя здесь не будет, а я буду здесь всегда, и в этом смысле Путин оказался абсолютно прав, потому что тогда он уже достиживал свой второй срок, и понятно было, что он будет сидеть еще и миллион сроков после этого дела. Вот, и Саркази просто не был готов, что с ним на таком бандитском абсолютно уровне будут вести разговор, и поэтому он впал в прострацию, то есть он не был пьяным, он просто не ожидал, что с ним вообще, вот, глава государства может с ним вести разговор, как абсолютный бандит в каком-то, я не знаю, там, кабачке, в пьяном кабачке, где-нибудь там, в Бафон де Пари, то есть в жутких совершенно... Сергей, но президентов первых же лиц как-то готовят все же ко встречам с коллегами, с Визави, уже тогда был, наверное, понятен стиль общения, кто такой Путин, как он общается, что он может говорить, его прошлое, то есть можно прийти к такому выводу, то, что Николя Саркази был абсолютно не подготовлен к этой встрече, к этим переговорам? Николя Саркази был абсолютно психологически не подготовлен, то есть его подготовили по тематике, ему, конечно, писали там эти самые у нас вот и нарки, все люди, которые заканчивали национальную школу администрации, при примере министра Франции, они все работают большими-большими чиновниками, и вот они ценятся тем, что они, значит, напишут всегда очень коротенько, значит, такие записочки по всем вопросам, вот по этому вопросу, если будет вот тебе, значит, фишка номер один, значит, и ты, например, ее говоришь, чего-нибудь, вот его по тематике, по содержательной его подготовили, а вот психологически его не подготовили, и пусть Путин его взял на понт, просто вот конкретно взял на понт, и после этого, кстати, вот других президентов, их уже готовили к тому, что Путин может выкинуть такую штуку, вот, да, Саркази не был готов, вот, точно так же, как Саркази не был готов, что через год, в 2008 году, Медведев, который вроде выглядит таким медвежонком, Путину заменитель, да, Путину заменитель, да, по грелка на троне вдруг возьмет, и от имени Российской Федерации 8 августа 2008 года начнет войну в Грузии. Сергей Олегович, Путин якобы рассматривает возможность по крайней мере одной громкой отставки в руководстве крупнейших нефтегазовых компаний, кандидатами на вылет стали председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Как сообщает коммерсант со ссылкой на знакомые ситуации источники, возглавить «Газпром» или «Роснефть» может Борис Ковальчук, сын миллиардера Юрия Ковальчука, главного акционера Банка России, которого американский Минфин называл личным кассиром Путина. Вот эти, скажем так, кадровые перестановки для вас ожидаемые или все же неожиданные? Не имеет никакого значения. Абсолютно никакого значения не имеет, потому что это банка пауков, которая перераспределяет власть. У кого-то подросли сыновья, все показывают, что, а вот видите, Патрушев, Валерий Дмитриевич Соловей, генерал, постоянно говорят, вот Патрушев своего сына сделал министром сельского хозяйства и хочет вообще поставить место Путина в конце Путина. Кстати, вот мы с вами эту тему еще не обсудили, что вот сыновья на самом деле не путинские, а патрушевские, и, кстати, вот Сечинские и прочие всякие, и Ковальчуковские. То есть у них у всех подросло поколение сорокалетних, которых надо пристраивать. Да, вот, значит, у Сечина там 35-летнего сына как-то он убился тут недавно. Вот непонятно, то ли его убили, то ли он сам убился, то ли он спился, то ли он нанюхался чего-то. Вот очень похоже, кстати, на то, что это была вот такая смерть. Ну вот, а все остальные думают о том, кому там чего передавать, потому что им на самом деле уже на покой. Вы же понимаете, когда вы сидите на деньгах, вы спать не можете. Потому что я вам четко говорю, что вот у меня там есть несколько миллиардеров, было, вернее, когда я там 20 лет назад с ними общался немножко. И вот там Володя Потанин, Миша Прохоров, Боря Титов. И они, понятно, что они на своих деньгах сидят. Они, конечно, у них есть возможности огромные. Но они спать не могут, потому что они каждый день думают, что у них там эти деньги, во-первых, они должны работать, должны приносить доход, должны богатеть. И самое главное, чтобы у них их не отняли целыми днями. А желательно людей, которые хотят отнять у них деньги, очень много, начиная с Путина, с государства там и так далее. Вот Путин на самом деле сам убил нефтяную и газовую отрасль Российской Федерации. Сам убил своей украинской войной. Потому что если бы он ее не начал, то в России Российской Федерации Газпром поставлял 155 миллиардов кубов газа в Европу по высокой цене. А теперь он продает 22 миллиарда по цене в 10 раз или в 5 раз ниже, чем была европейская. И таким образом Газпром из доходной кампании превратился чуть не в кубышку, в которую надо вкладывать государственные деньги. И нужно, с одной стороны, найти виновного в этом деле. Потому что Путин же не может сказать, что это я виновен, что это я все сделал плохо, что это я взорвал свой собственный северный поток и так далее и тому подобное. Ему надо найти виновного, с одной стороны. И с другой стороны, они, эти пауки, поняли, что есть момент сейчас перераспределить деньги, власть внутри своей кубышки в пользу своих отроков, которые стали сорокалетними. И то есть им нужно, естественно, нужно теперь тоже делать миллиардеров. Сергей Олегович, по поводу Патрушева и телеграм-канал Кремлевская табакерка об этом сообщает. И эта информация также есть и в более, скажем, надежных источниках. Сообщается о его визите на Кавказ. Визит Патрушева в Ингушетию не такой рядовой, как могло показаться на первый взгляд. Об этом сообщает Кремлевская табакерка. Стоит отметить, что он не был запланирован и организован был фактически с колес. Подготовить совещание по вопросам безопасности регионов пришлось буквально за два дня. Руководитель Ингушетии и вовсе планировал командировку, но все планы пришлось вернуть. Причина такой активности Патрушева и силового блока власти в целом связана с угрозами, которая нависла над регионом. Еще не успели забыть недавнюю спецоперацию в городе Карабулак, где при ликвидации боевиков погибли пятеро офицеров спецназа. И данные разведки свидетельствуют, что на Кавказ с начала года переброшены не менее тысячи участников воинских формирований, которые готовят теракты на территории России. Фиксируется активизация спящих агентов как в небольших поселках, так и в крупных городах. ФСБ отчиталось, что ситуация контролируется, однако у Патрушева свои взгляды на риски теракта в этом регионе. Да, это интересная информация. Ее не стоит переоценивать, потому что я вам напомню, когда 8 октября 22-го года товарищ Патрушев собрал точно такое же совещание в Крыму по безопасности Крыма, то на следующий день после него состоялся украинский удар по Крымскому мосту. Но почему-то товарищ Патрушев Путин не снял с работы и не снял всех тех, кто присутствовал на этом совещании и вообще никого не наказали. Хотя грузовик зашел с рычаткой из Краснодарского края с российской стороны и прошел через неприступный абсолютно КПП на Крымском мосту. Поэтому, когда Патрушев где-то собирает совещание, я бы на месте этих людей потом теперь смотрел, чтобы там что-то не взорвалось бы лишнее. Но на самом деле здесь все очень просто, потому что, во-первых, это развитие той идеи, которую я высказывал по поводу критики версии Валерия Дмитриевича Соловья и генерала СВР о том, что Патрушев является руководителем Российской Федерации, все это фигня, абсолютная фигня. Вот, что там Путин умер, там и так далее, что там двойник, это все фигня, Путин настоящий, старый пердун, сэкун, как мы с вами говорили, настоящий, именно поэтому все проблемы. А Патрушев, я вам напомню, является секретарем Совета Безопасности. То есть, его работа заниматься безопасностью. Поэтому, когда Путин выступал на очень важном, значит, делал программное заявление на ближайшие 6 лет, Патрушева не оказалось, его сослали в Латинскую Америку, и хотя там Соловей и генералы СВР говорят, ой, это важная повестка была. Вот вы видите, когда важная повестка, что сделал глава Ингушетии? Что сделал глава Ингушетии? Он отменил свою поездку. Отменил командировку. Отменил свою командировку, чтобы остаться, потому что большой человек приезжает из Москвы. Вот точно так же и Патрушев. Если большой человек в Москве выступает, то надо отменять командировку в Латинскую Америку, потому что туда можно съездить до того или после того, но не во время того. Если ты во время того не находишься в Кремле, не сидишь среди всех перед телевизором, значит, ты ничего не знаешь. Телеграм-канал «Генерал СВР» это интерпретировал иначе. А как? Мы уже с вами это обсуждали, по-моему, на прошлой неделе. И, значит, вот эта поездка Патрушева на самом деле по Северному Кавказу, она лишний раз доказывает, что Патрушев, ему напомнили, что ты секретарь Совета Безопасности и занимайся безопасностью. Обеспечивая безопасность наших регионов, это раз. И, с другой стороны, мы, опять же, с вами давным-давно объясняли. Вы знаете, я балдею от этого дела, потому что, на самом деле, они все нас слушают и делают выводы, слава богу. То есть, мы с ним розницы будем получать, счета будем выставлять своим вадим. Значит, Кремлю, там, я не знаю, вот французам, видите, значит, Елисейский дворец, наконец, понял, такой Путин. Ну, слава богу. Но это хорошо, у меня счета другие, потому что я книжки свои продаю, поэтому все у меня хорошо. Ну, а здесь мы им счета тоже предъявим, потому что несколько месяцев назад я вам говорил, что Путин, на самом деле, сделал себе обрезание и проходит политику обмусульманивания Российской Федерации. И, рано или поздно, это закончится тем, что Кавказ взорвется, и все мусульманские республики Российской Федерации начнут религиозную войну с русскими националистами, или наоборот, потому что русские фашисты рано или поздно поймут, что Путин снюхался со всеми мусульманами всего мира, с Хамасом, с Талибаном, с хуситами, с кем угодно, с Ираном, но только не с российскими, русскими, православными, с Кирюхой и прочими всякими митрополитами Тихонами и же с ними. Вот. И, в общем, они поняли, что на Кавказе зреет большая буча, что пока вы там занимаетесь войной в Украине, и пока вы занимаетесь войной с Макроном, с Байденом, со всем миром, у вас на Кавказе может громыхнуть, причем мало не покажется. В Дагестане мы это увидели уже в Махачкалинском аэропорту, да, когда собрались какие-то люди страшные совершенно и чуть не устроили еврейский погром. Вот. Ну, слава Богу. И, кстати, человек, который их остановил, был Кадыров. Потому что Кадыров, вот надо отдать ему должное. Я его критикую целыми днями, там, его, сыночка его, там, и так далее, потому что они, конечно, все преступники, но вот всю эту резню на Кавказе остановил тогда Кадыров. Он просто вышел и сказал вот понятными словами для всего этого быдла, он сказал, что если у меня кто-то чего-то такое устроит, то три выстрела вверх, а та четвертая в голову. И все. И все заткнулись тут же немедленно, потому что все поняли, что он это сделает. Вот в отличие там вот от Путина и в отличие от Макрона, которые говорят там про ядерное оружие, как говорят вот Кадыров, это сделает. Причем мы с вами тогда говорили, что на самом деле вот эти три выстрела в воздух, это потом они будут объяснять, а мы им типа слышали выстрелы, это вот первое мы в воздух стреляли. А почему четыре дырки у него в голове? Ну, знаете, когда вверх летит пуля, потом она падает и тоже попадает в ту же самую голову. Вот. Это очень смешно, конечно, но, так сказать, на Кавказе на самом деле Кавказ всегда был взрывоопасным, и теперь он становится еще более взрывоопасным, потому что Кадыров на самом деле поставил под сомнение существование вообще всей правоохранительной системы. С одной стороны, Путин, вот с историей, когда забирают людей из тюрьм, и типа, а зачем тогда их сажать туда в тюрьмы? Ну, в смысле, зачем ловить преступников, зачем их осуждать, если рано или поздно они выйдут, потом придут, вернутся к вам героями и начнут вам еще качать права, что мы тут до этого вас просто насиловали, а теперь будем публично насиловать, и вы должны нам еще за это быть благодарны, потому что мы герои войны теперь. Да? И вот у Кадырова то же самое с его сыночком, значит, когда он там сделал из него мусульманского героя по поводу наказания бедного несчастного Журавеля, теперь его там осудили на три с половиной года, вот, и Путин, юрист, не снял Кадырова, не наказал его за все нарушения Уголовного процессуального кодекса, не снял Краснова, не снял Бастрыкина, которые подпевали всему этому делу, вот, и я вам говорил, что начнется религиозная резня, потому что русские фашисты рано или поздно ортодоксальные скажут, чего это мусульманам можно, а нам нельзя, ну вот, и, в общем, Патрушево по этому поводу снарядили, значит, разруливать Кавказ, пока не началось за две недели до выборов, и здесь мы возвращаемся к вашему вопросу по поводу, зачем ездить американцам и англичанам сейчас, потому что хрена узнать, чего, где взорвется, потому что могут быть и исламские какие-то, террористы проснутся и возьмут что-нибудь там взорвут в Москве, потому что они же поняли, что Путин слабый, а когда Акела промахнулся, все же волки хотят чего, хотят сесть на его место, вот что происходит в Российской Федерации. Короче говоря, мы на пороге грандиозного шухера. Сергей Олегович, огромное вам спасибо за этот разговор, Сергей Жирнов, экс-сотрудник КГБ СССР и служба внешней разведки России был сегодня вместе с нами на нашем канале, друзья, те, кто еще не подписался на Политеку, пожалуйста, подпишитесь и также прошу подписаться на авторский аналитический канал Сергей Жирнов в YouTube. Спасибо всем за внимание и берегите себя. До новых встреч. До свидания.